МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Праздник очень много для нас значит. День связан с суверенитетом нашей страны, с Днем независимости, день освобождения города Минска, фактически освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков". -"Это мир, это жизнь, это счастье, это наша жизнь". -"Эмоции радостные, что мы все-таки едины, мы независимы ни от кого, и вот у нас есть такой, скажем, показательный праздник, что вот Беларусь является независимой страной". -"День независимости, это наша жизнь, это наша радость, это наше продолжение нашей жизни, чтобы у нас было всегда светлое будущее". Света начинается со слову дячности, продком за перемогу и вспоминывал тем, как одраждалась окраина после закончения войны. Как все разом люди отбудовывали городы, с какими светлыми сподеваниями они одраждали тое, что зруйновали фашисты, и как верили, что нема ничего страшнее за войну и ничего важней за свободу. Так и есть свобода, как что у нас, яка николи не обесценится". Ветераны, мы гоноримся вами, им днемся быть ровными вам. Дякую вам за нашу мирную Беларусь, яка вы поменяет за курсом будовництва и створения, разлива заховывая память про героев и падей Великой Айчиной войны. В знаменальной 85-й годе Великой Пирамоги в областном центре забили портреты героям партизана – Эмильямы Баритина и маршала Константин Рокоссовска. На месте спали на Львовске в Лагорском районе створили вершинный мемориал безлинным аферам войны. Ветераны дякую за веншование и так само берут слово. Кожная кранает до самой глубины души. Усе мы – галинки одного великого древа, имя якому – Беларусь. С гонором каже ветеран Великой Айчиной войны Айлита Самсонова. Нас связывают общие корни, и мы – ветераны войны. Хотим, чтобы это древо было могуче и сильное. То, что отбывается в нашем житии, что день – звычное. А поспробуй стратить, и одразу приходит разумение его каштонности. Так и с нашей свободой. Яна – наше счастье. Звычное, а лягульное для всех нас. Самый главный и самый важный праздник для нашей независимой республики. И то, что на сегодняшний день, несмотря на все сложности, которые происходят в мире, наша страна отдает дань уважения людям, которые эту независимость нам завоевали. И в едином порыве собирается в этот день на значимых местах для города Гомеля, Гомельской области, Республики Беларусь. Это важный момент. Важный момент, потому что это история. Это наша история, это наше будущее. После завершения урошистой частки свято наша сдымочная группа наведала несколько пляцовок, где для горожан и гостей подрихтовали забавляльные мероприемства, выставы, концерты. Коля кинотеатра Амя Калинина – экспозиция военных сдымков и речев. Бодай усеянный напомин об героичным минулым продка у сегодняшних работников киновиды опрокату. Когда захотели это сделать, мы бросили этот клич для наших людей. У кого-то, что есть дома, у кого-то у бабушки, у дедушки. Все это осталось с тех времен. И оно пригодилось для того, чтобы организовать вот такую выставку. На набережной реке Сош – несколько зон для активных отпорчинку. Юные картингисты демонструют свои виртуозные навыки маневрования. Некоторые из этих детей уже чемпионы республики. Сначала у меня было очень страшно. Сейчас не сильно. Привыкаешь со временем. По два часа скульптурной композиции «Лодышник» святкует День вышиванки. Это мероприемство ладить активисты Белорусского республиканского союза молоди. Задача для удельников – прости связанные с темой вышиванки – квест. Пераможцы отчикают подарунки. День независимости мы еще празднуем сегодня День вышиванки. Игломельская городская организация БРСМ проводит квест, приуроченный к Дню вышиванки. У нас есть много станций, на которые нужно выполнить свое задание. И в конечном итоге победитель получает приз именно от Гомельской городской организации БРСМ. Какие задания? На каждом этапе свое. У нас на этапе нужно раскрасить орнамент и забрать себе этот листочек и идти дальше. Людей все лета на святочных пляцовках не вельми шмат. Многие остались от дома. А летые, кто пришел, задоволены и настроены оптимистично. Традиция державной святы означать разом с иншими горожанами для многих вельми важная. Свободу, красоту нашей республики. Ну а для нас сегодня вообще было мы с Академией Марины Кабодарян, так что мы продемонстрировали коллекцию. Для нас это вдвойне праздник. Какое у вас настроение? Замечательное. Освобождение нашей Беларуси. Независимость наша. Какое у вас настроение сегодня? Отличное. Особенно у ребенка. Гордость за нашу страну, за тихое мирное небо над нами. В вечере на Набережной реки Сож пройдет концерт, апофеозом якого станет церемония уручения 100-годовой премии «Человек года». За пять минут до 23-х годин стартует акция с пятью гимн разом. После ее завершения небо светит фейерверк. Заим по доброй традиции можно будет натирать с пяти городских пляцовок. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадо и компания «Гомель». Дом, где народжаются рекорды. Сегодня у Гомеля после реконструкции открыли один из старших спортивных объектов города – спорткомплекс в училище Олимпийского резерва. В церемонии про малый отдел керавництва в области и города. Максим Самин. Протягни. Символичную червоную стужку перерезали губернатор в области Геннадь Соловей и мэр Гомеля Петр Кириченко. Спортивный комплекс на улице Портовой почал працавать в 1964 году. Про 45 годов в 2009 яго закрыли на реконструкцию. С перепынками за отсутности финансования янадоужилася больше за 11 годов. И на весь этот час головная кузня спортивных кадров региона фактично не мела властной тренировочной базы. В 2019 году было принято решение, что объект треба завершить. Гроши больше 4 миллиона рублей вылучили по областной инвестиционной программе. Сейчас это одна из самых буйных, а головная шмат функциональных тренировочных баз. На сегодняшний день могу сказать с уверенностью, что это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Объект предназначен в основном для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов высшего звена. Это училище Олимпийского резерва. Ежечасно тут может находиться порядка 145 человек и проходить подготовку в семи спортивных залах. Таких махчимостей немае ни один спортобъект в области. 25-метровый бассейн, 6 специализованных спортивных залов, медика одновленный центр и велобаза. После реконструкции спорткомплекс своей специализации не изменил, а функционал повысил. На его базе можно проводить тренировки по 11 видах спорта. Двухразовая чемпионка света по сучасным пятиборьям Ирина Пресанцова свой шлях до спортивных вершин починала у стенах этой установы. По ее словах, у Гомеля нареште з'явился дом пятиборья. Наконец-таки в Гомеле созданы условия для пятиборья полноценного. Мы можем тренироваться в одном месте практически. И есть фехтовальное место для нас, и стрелковый тир, и плавательный бассейн, и все в одном месте. И отличный евроремонт. И это очень радует, что теперь у пятиборцев есть свой дом. Он придаст, во-первых, больше сил на то, чтобы тренироваться, а не перемещаться с спортивной базы на спортивную базу. По слову Геннадия Соловья, работа по обновлению и снуютших и будовництве новых спортивных объектов у регионе протягнется. У Жнивни в Новобелецком районе Гомеля после реконструкции открыть бассейн с дюшар номер 7. Далее на Чарзе – бассейн «Дельфин». В перспективе у нас еще есть другие объекты. Всех волнующий нас «Дельфин», который располагается на Реческом шоссе. Мы будем в следующем году рассматривать, принимать решение, что с ним дальше делать. Он уже закрыт длительное время и в аварийном состоянии находится. Но мы примем решение и однозначно там бассейну быть. До речи, мягчимостями обновленного спорткомплексу смогут корыстаться не только профессионалы. Двери отчинены для всех аматоров спорта. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Духочеканный подарок на День незалежности отримали жихары поселка юбилейный Гомельского района. Тут сегодня отбылось вражистое открытие шмат-кватерного жилого дома. Кто стал счастливым молодальником заповедной квартиры, ведает наш корреспондент Павел Михно. У Жихаров поселка юбилейный двойной свято. На День незалежности краины, полепшить свои жильевые умовы, отримали мягчимость 36 мандетных семьев. Дякуючи указу номер 240, они отримали жаданные ключи от своих будущих кватер. На речи трехповерховый дом разместился сярод у тульных новобудовлев. У дворы обсталевали спортивную пляцовку с вуличными тренажерами. Кватеры – полепшены планировки. У кожный у Сталевана сучасный газовый котел для оттепления и грачего водозабеспечения. Таким чином у Жихаров будет мягчимость регулировать температуру у помешканьях круглый год. Сярод счастливых новоселов и семья Бондаренков. Мы многодетная семья. Нам выделили субсидию. Плюс разрешили воспользоваться материнским капиталом. И благодаря этому мы построили шикарную двухкомнатную квартиру с квадратурой в 59 квадратных метров. Очень благодарны, очень этому рады. В минулом годе в Гоменском районе жильевые умовы полепшили 103 шмодетные семьи. Все лето новоселами стали уже 40 великих семьев. В первом погоде в районе побудовали амаль 18 тысяч квадратных метров. Радует то, что большая часть – это строительство индивидуальное. То есть наши жители сегодня могут для себя строить свое жилье, думать о будущем и развивать не только территорию района, но и в целом наше государство – Республику Беларусь. По часу его выступлений керовник района подяковала быдувникам за працу, повиншевала новоселов и гостей церемонии с Днем незалежности. Павел Михно, Игорь Марышенко, телерады и компания «Гомель». Якость пятной воды находится на постоянном контроле. Все лето на территории Гомельского района в рамках подпрограммы «Чистая вода» были узведены две станции обезжалезывания у вёстках Романовича и Климовка. Сегодня до этого списка додалась еще одна – у вёстки Марковича. На открытии станции побывали наши корреспонденты. Об кристальной чистой воде жахары вёстки Марковичи марали уже давно. Для мясовых водных артеры, як и для многих у регионе, характерно повышенное утрымание железа. За гэтага вода мая неприемная рыжаватая тяння и совсем непридатная для пяття. Каб забеспечить семьи чистой пятной водой, мясовым жахарам доводилось чакать подвозу з областного центра. Зараз гэтая проблема не завжды вырошена. У кожным доме теперь, дякуючи уведению станции обезжалезывания, отфильтрованная вода. Не дивно, что на урочистое открытие такого важного для сельчан объекта пришло шмат мясовых жахаров. Многие из них не хавают радостных эмоций. Я еще не знала, думала, что не включили. Мы еще не знали, что уже есть вода. Вот теперь в этом уже значит. Довольны, что нам сельский совет и депутат приезжал к нам в Маркович, повешал нам воду, быстро нам организовали эту воду. После уводу станции обезжалезывания жахаровезки отрымали пятную воду доброй якости, утримание железа у якой не перевышая допущальной нормы. Такий выник досягается за кошт очищения за лишнего железа шляхом окисления металлу с наступной фильтрацией. Задача обсталявания перевести железа у нерастворенный стан, затем металл выпаде у осадок и будет затриман специальный фильтр системой. Мы эти станции собираем, можно сказать, от нуля. У нас есть проектный институт, который все это начинает проектировать от самого начала. Фундамент, сами павильоны, технологию. Присутствие людей практически не нужно. Был произведен расчет суточного потребления, сколько нужно для населения, которое есть, с учетом даже какого-то запаса. Работа по забеспечению населенства чистой водой в Гомельском районе протягнется. В ближайший час подобная станция з'явится у Грабовцы. Павел Михнов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До Дня Незалежности у Петриковой после капитального ремонта открыли самые буйные в районе детячий сад. Будинку этой дошкольной установы больше, как 40 годов. До капитального ремонта приступили уже не вне 2018-го. В процессе стало сразумево, что замены потребуют практически у всех коммуникаций. Появлялись все новые и новые проблемы. То есть, коснулись стен, посыпались стен, и нужно было решать проблемы со стенами. Значит, пол, пришлось менять пол. Меняли полностью всю электропроводку, меняли полностью всю канализацию, сантехнику. В общем, не думали, что столько придется. Вот, да. Поэтому, практически, у нас новый детский сад. Будовники заменили электропроводку, выполнили ремонт внутренних помешканий, утеплили фасад будинка. По сучасных потребованиях обсталевали кабинеты логопеда, хореографичную, физкультурную залы, гардеробную, харчоблок и иншие помешкания. Дитячий сад различен на 175 мест, которые целиком закрывают потребы райцентра в дошкольных установах. Наверное, есть резерв для дальнейшего поширения. На доброупорядкованной территории появились новые песочницы и гульновые зоны. При этом установа органично описывается в новое обличие, которое город отримал после комплексного доброго упорядкования в минулом году. Адаблвыконкам в установе подарили сертификат на 80 тысяч рублей. Повновартосно працевать и она пошла праздникальки тыдня, когда у группы вернутся дети, которые упирают ремонту, наведывали иншие сады. В 1-го липенье в поселку Камунар Будокошалевского района урочисты открыли обновленный палац культуры. Тема ремонта установы до недавнего часа была одной из самых злободенных. В решении пытания про ЕЛО спильно контролировали улады. Дякуючи финансовой, допомозе областного керавництва будовничьей работы довели до завершения. Подчас открытия наместник старшини гомельского облвыконкам Владимир Прывалов подарил установе сертификат на 300 тысяч рублей для дальнейшего развития. Капитальный ремонт начался в 2019 году. За время ремонта была поменена вся кровля здания, вся теплотрасса, вся электропроводка. Был произведен полный капитальный ремонт здания. Палацу Камунары – одна из лепших установ культуры в районе. На ее рахунку – поспехи и перемоги мостатских коллективов и выхованцев. Подарунок автомобилистам напередни после реконструкции у Гомеля открылась улица Шаученки. Старшиня Гарвыконкама Петр Кирыченко отзначил, что эта улица, хоть и не самая долгая в областном центре, а ли она важная для города транспортная артерия. Это – зручный подъезд до авто и чугуночных вокзалов. После реконструкции проездная частка повеличилась в два разы, до четырех полос – уладкованные зъезды с полеской. Это не только повеличить пропускную сдольность самой улицы, а ли разгрузить и другие участки, изменить картину на соседних магистралях. Это еще один шаг в той программе реконструкции наших транспортных сетей города, который последние годы осуществляется. Можно вспомнить и Барыкино, Интернациональную, Кирово, Федюдинскую улицу, ряд других улиц. То есть, это последовательная программа ее осуществления. Потому что, ну, хотим мы того, не хотим, но транспорт каждый год очень значительно предоставит в нашем городе. И мы должны принимать меры, чтобы эти вызовы как-то достойно принять. В наступном году у Гомеля плануется провести реконструкцию магистрали от улицы Крупской до Советской, которая связана с Сельмашевскими и Центральными районами. Сегодня державтоинспекция Беларуси, означая 84-ю годовину со дня створения ведомства. У Гомеля на пляце областного управления прошел рачистый сход. Лепших супрацовников означали подзяками и нагрудными знаками, а так само черговыми званиями. Цвиком мероприемства стала обновленная перомога. Ретро-автомобиль областной ДАИ подарил Мазыранин Корней Рапешко. Реставрация Раритета заняла год. Обновлять пришлось амаль с нуля. Зараз перомога на ходу. Прилично было работы, потому что машина была в ужасном состоянии, но работали много, весь коллектив нашего предприятия. Много-много людей участвовало в восстановлении. Перомога зойме месса у автомузей, який створаются областным управлением ДАИ. Улику экспоната у ВАЗ-2101, 26-я Волга и мотоцикл Урал. Наступный суместный проект областной ДАИ и реставратора с Мазыра – обновление автомобиля ГАЗ-69. Сейчас уже восстанавливается, уже в процессе, скоро будет готов. Тоже будем представлять здесь автомобили москвичи, 401. И в дальнейшем, сейчас уже тоже мы работаем, собираем тоже по запчастям автомобилей, ГАЗ-21 «Волга». Коллекция, в принципе, будет пополняться, потому что есть еще определенные задумки. Новый мурал героя войны заявился в Гомеле. Портрет маршала Константина Рокоссовского створен на шмат поверховцы по улице Ильича. Граффити выше нее у 30 метров выконали Максим Козлов и Сергей Гаврыков, которые ранее працевали над муралом Емельяна Барыкина. Жихары Новобелецкой новобудовли кажут, что вельмирады такому пригоживанию их дома и хотели бы, чтобы муралов являлось в городе больше. Очень красиво. То есть в дальнейшем бы, чтобы все дома отрисовали картины каких-то знаменитых людей. Будут все знать то же самое. Кто-то даже заинтересуется, что там у нас за военный, на доме забьют даже в гугле. Рисунок нам всем очень нравится. Это историческая личность. Нам про него рассказывали в истории. Этот человек участвовал в освобождении Белоруссии, города. Это военная личность. Мы очень рады, что нарисовали этот рисунок. Рисунок красивый, яркий, видно издалека. То есть мы гуляем по парку. Даже если родственников позвать, сразу есть обозначение. Рокоссовский. Войски 1-го Белорусского фронта под командованием двойчих героя Советского Союза Константина Рокоссовского вызвалили Гомель 26 листопада 1943 года. В 1967-м маршал Советского Союза Константин Рокоссовский стал гоноровым гражданином нашего областного центра. Это и иншая новина. Информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.